Всем привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Доброго, доброго всем дня, потому что сейчас уже, наверное, часа два, часа два. Я еще не обедала, я только позавтракала. Вот. Вы в комментариях мне написали, что вам было бы интересно посмотреть на мои покупки еды, косметики, одежды и так далее. Ну, с одеждой сейчас проблемы, а вот косметика и продукты, ну, как бы, пожалуйста. Вот. И так удачно сложилось, что в холодильник у меня повесила с мыши, я решила, схожу в магазин, куплю и все вам покажу. Вот. Сейчас я покажу свои покупки, потому что кроме продуктов я еще купила себе помаду и карандаш для бровей. Все покажу, все расскажу. Вот. Честно говоря, мне немножечко непривычно снимать такие видео, потому что, ну, как бы, я привыкла в статике, да, что ты сидишь и просто ешь. А тут приходится двигаться и как-то, как-то что-то показывать, что-то рассказывать. И я, для меня это непривычно. То есть я все время как-то думаю об освещении, о ракурсе, еще что-то. Вот. У меня не получается таких пока непринужденных, легких видео. Но я думаю, что все получится, да, ведь с первого раза все идеально не может получиться. И сразу же идеально. Вот. Надо привыкнуть к новой, к новому формату. Ну, к новому формату. Но мне нравится, мне нравится. Может быть, реалиция? Это мое? Мм? Реалиция. Может, на Дом-2 пойти? Нет. Я стара уже. Я стара для Дом-2. Ну, ладно. Надо подумать об этом. Подумай об этом завтра, как говорила Скарль Тохара. Подумай об этом завтра. Так. Покупки. Значит, я была в трех магазинах. Два продуктовых и один магазин косметики. Все около у меня дома. Шаковая доступность. Никаких разрешений я себе не делала. Хотя, я сейчас вышла из дома, вызвала лифт. Захожу в лифт, там женщина в маске. А я без маски. Я без маски. И она мне спрашивает. А вы разрешение сделали себе? Я такая, знаете, хоп, и напряглась. И я такая думаю, ага, ага. Так а кто она? Почему он меня спрашивает? Я ей говорю, а вы проверяющая? Если проверяющая, то сделала. Если нет, то не сделала. Она такая, не-не-не, я просто интересуюсь. Как-то она так подозрительно меня спросила. Ну, шаговой доступности у меня магазина вот буквально 100 метров. Можно не делать разрешение. Вот. Пришла, руки помыла, продезинфицировала. У меня еще мыло такое с дезинфекцией. Поэтому все чики-пуки. Вот. Ну, ладно. Переходим к покупкам. Приятного просмотра. Так. Мои покупочки на сегодня. Прям вот, чтобы вы заглянули в мой пакетик. Так. Ну что? Посмотрим покупочки, которые я купила. Меня, правда, чуть не сдуло. Я чуть не растаяла под снегом, либо дождем. Я так и не поняла, что там было. Но я выжила. Я выжила. А что делать? Если в холодильнике мышь висит, надо как-то спасать ситуацию. Поэтому. Значит, смотрим. Сначала магнит. Я купила яички. Ну, это стандартный набор, да? Сходить в магазин и не купить яйца. Ну, это что-то нереальное. В общем, яйца. Активия. Активия. Она по 26 рублей. Ну, тоже грех не взять. Мои два любимых вкуса. Это киви и мюсли. И персы, кличи и кино. Вот я прямо люблю вот с этими вкусами. По 26 рублей. Ну. Надо брать. Надо брать. Дальше. Мазик. Мазик. А куда без него? Что делать? Куда без него? Он тоже сколько он стоит? 39. Я сейчас в чеке посмотрю. И еще я взяла себе сырочек. С гущёночкой с варёной. Мне нравится вот такой вот сырочек. Сейчас чеку попью. Пока буду готовиться к съёмкам приготовления еды. Так, и всё, наверное, да? Так. Сколько у нас тут получилось? Значит, сырок. Йогурт. Йогурт. Яйцо. А, киви я ещё купила. Я ещё взяла три штучки киви. Но они какие-то маленькие. Они какие-то маленькие и жёсткие. Вообще, когда я их выбирала, с них сыпалась какая-то пыль. Видимо, залежали очень долго. Думаю, ладно, что-то мне киви хочется, надо попробовать. Вот, три штуки киви. Да, и майонез. Майонез 39. Киви у меня на 21 рубль вышли. Офигеть. Сырок 15.90. В общем, на 233 рубля. Всё, удовольствие. Дальше. Где ты? Товарищ. Дальше. Я зашла в Магнит Косметик. И купила себе помаду. И карандаш для бровей. Вот я всегда таким карандашом пользуюсь. Это Vivienne Sabo 001. Это тон, наверное, 001. Вот с такой вот щёточкой. Вот. То есть я сначала рисую форму. А потом растушевываю. Но я как-нибудь сниму видео, как я крашу и как я делаю оформление бровей. Вот. И купила помаду. Стойкая помада. Сегодня в Мукбанге её попробую. Сейчас в Магните Косметик, ну, наверное, как и в любом таком вот косметическом магазине, нет тестеров. То есть невозможно посмотреть, что за цвет. Но тут как бы вот он есть, да? Есть. Ну, блин, это вообще ни о чём не говорит. Вообще ни о чём не говорит. Ты можешь открыть помаду, там, ну, как бы на оттенок темнее, либо светлее. На фоне у меня подвану рвётся. Вот. Я купила, и тут же я её вскрыла, потому что мне захотелось посмотреть, что за оттенок. Это у меня Stellar. Stellar, я не знаю, как тут. Вот. Stellar, Stellar Tone. Десятый Perfect Nude называется. Вот такая вот помадка. В принципе, вот так вот я. Я всегда выбираю помаду в магазине вот так. То есть я прикладываю, ну, естественно, когда там есть тестеры, я могу тестеры, да? Если тестеров нет, то я вот, ну, как бы вот так прикладываю. Либо, если это какие-то блески для губ, ну, не блески, а если там тюбик прозрачного помады, да, она в виде блеска, например, то я всегда вот так вот к губам прикладываю. Так вот раз, и вроде бы ничего. Пахнет вкусно, кстати. Вот, но я ещё покажу поближе эту помаду. Это у меня вышло на 548 рубенчиков. 249 рублей карандаш и 299 помада. Я сначала хотела лореалевскую купить помаду. Она такая в виде блеска, тоже стойкая. Вот это вот написано устойчивая. Посмотрим, насколько она устойчивая. А я хотела купить лореаль. Лореаль матовую. Там стойкость до 16 часов написано. Но я как-то... Там такой матовый у неё тюбик, и не совсем понятно, какой цвет. А стоит она почти 600 рублей. Думаю, сейчас я 600 рублей выкину, а потом цвет мне вообще не подойдёт. Хотя вроде бы я так же вот прикладывала, и цвет подходил. Но хз, хз. Так, и в спаре я ещё была. В спаре я купила зеленуху. Так, петрушку мне. Молоко. Я взяла дешёвое молоко, я не стала брать дорогое, потому что я молоко особо не пью. Так, чисто куда-то там мамлеет, ещё что-то пойдёт и дешёвое. Вот я в спаровское взяла, поэтому... И... У меня закончился песок. Я купила ещё сахарный песок себе. Так, а подожди, там ещё чеснок. Чеснок я ещё купила. Я сегодня буду тыкву запекать. Хочу с чесночком её сделать. Вот, поэтому ещё чеснок пил. Это у меня в магнит, наверное, да? Да. Так, а в спаре у меня вышло, в спаре у меня вышло всего лишь на 107 рублей. Красота. То есть и того, и того... Где-то в районе... Сколько? 900 рублей я потратил на этом вместе вот с помадками. 900 рублей как с куста, да? Как бы ни о чём. Так, сейчас покажу ещё вблизи. Так, вот у меня продукты. Молоко вот такое из спаровское пойдёт. 49 рублей всего лишь стоит. Сахар. Укроп. Ценники. Ну, я так думаю, что сами продукты, наверное, мало кого интересуют, да? Всех больше вот это, наверное, интересует. Так, сейчас я её ещё раз открою. Сейчас, секунду. То есть цвет вот такой. Цвет прикольный. Мне нравится такой цвет. Посмотрим, как она. Вот, Perfect Nude 10. Стеллари. Вот. Посмотрим, насколько она действительно стойкая. Но цвет меня, в принципе, вполне устраивает. Но вот, в принципе, если посмотреть цвет... Фокусирую себе цвет. И вот здесь. То есть, видите, как бы цвета-то отличаются по оттенку, да? Здесь более какой-то фиолетовый. А так-то он, ну, как бы другой. Так. И вот такой вот карандаш я всегда беру. Такой карандашик. Вот, Vivienne Sabo. Вот так вот он называется. Там их есть несколько названий. Я беру вот такой вот, 001. Вот с такой вот щёточкой. То есть, этой щёточкой я потом растушевываю карандаш. И, естественно, получается. Вот, собственно. И всё. Смотрите, какая у нас погодка. То ли снег, то ли дождь. Непонятно. Как будто бы зима снова идёт. Но мокрый, как будто бы осенью. Вообще на весну не похоже. Погодка так и шепчет. Займи, но выпей. Слушайте, душа поэта не выдержала. Я решила посмотреть, как она будет смотреться на губах. Как этот цвет будет выглядеть на губах. В принципе, мне нравится. Цвет такой ненавязчивый, спокойный. Не отвлекает, да. Внимание очень даже симпатично смотрится. Не знаю, конечно, как он будет по стойкости. Проверим мы это во время мукбанга. Но пока по цвету, по текстуре, запах очень приятный у неё. Какой-то, знаете, такой черешенка. Как будто бы черешенка какой-то, что ли. Каким-то леденцами вишневыми. Как будто бы пахнет она. И ягоды какой-то. В общем, что-то такой приятный аромат у неё. По текстуре очень нежная такая. Нежные. Губки сразу увлажнённые. Хотя обычно у стойких помад они, у них такая странная консистенция. Они вот как резиновые. У меня до этого была помада Maybelline Superstay Mate. Вот её наносишь, она сама такая тягучая, как резина. Её наносишь, и она вот на губах высыхает. И тоже как плёнкой покрывается. Это очень, очень классная, очень приятная по текстуре. Очень приятно на губах. Губы не закупориваются. То есть вот я не чувствую вот этой плёнки. Не знаю, конечно, что там по стойкости. Проверим. Но пока мне всё нравится. Поэтому подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всё. Всем пока-пока. Ставьте лайки, пишите комментарии. Продолжение следует...